Всем привет, друзья и гости нашего канала! Мы сейчас с Халилом решили поехать в метро, посмотреть, что же там интересного. Я так усердно готовлюсь к Новому году, все наряжаю. В общем, решила нарядить вообще всю комнату. В общем, я вам потом покажу. Сейчас еще не все доделано, не хочу показывать пол работы. Уже чуть позже руки чешутся нарядить елку. Но я терплю, я терплю. Посмотрим, насколько меня хватит, моего терпения. Еще кое-что заказала из веб-сайта, в общем, должно прийти. Поэтому, друзья, чуть позже я вам все покажу. В общем, я в этом году просто превзошла себя. Для себя делаю сказку в одной комнате в зале. У меня будет сказка. Ну что ж, нужно поднимать себе настроение, делать его новогодним. У меня прям настроение поднимается, когда я наряжаю. У нас на улице вообще такая мерзкая погода. Ужасные дожди уже три дня. И сегодня опять будет сильный дождь. Утром вообще был ужасный дождь с ветром. Это был какой-то кошмар. И сейчас опять все затянуло, небо затянуто. Опять мы ждем дождь. И дожди здесь ужасные. Такие сильные дожди. Кошмар какой-то. Вот. Ну, в общем, создаем себе настроение, друзья. Новогоднее. В общем, сейчас мы едем в метро. В метро мы не были очень давно. Были в прошлом году. Я не помню, когда. Тоже, по-моему, перед Новым годом. В общем, год уже не были. Надо поехать посмотреть, что же там. Постоянно идет реклама по телевизору. Рекламируют метро. В общем, посмотрим, что же там такого красивого и классного. В общем, поехали с нами в метро. Посмотрим. Видите, был такой ужасный дождь, что провалилась земля вот здесь вот. То ли будет бассейн, то ли бог его знает. Не знаю. Все было засыпано землей. Сейчас провалилась. Сегодня приехал трактор и все обратно засыпает землей. А здесь у нас, видите, как хмуро. Ужасно. Солнца нет. И так прохладно очень. Не знаю, сколько градусов. Но прохладно. И ветер. Начинается ветер. Погода мерзкая, друзья. Ну, что делать? Надо ехать в метро. Ну, что, друзья. Мы попали в метро. Слава богу. Ехали, ехали. Дождя, расстрашенный ливень. Боже, вы посмотрите на эту елку. Какой-то замор, еще не елка. И это тоже. Ну, вот в Турции, видите. Ну, они, понятное дело, не привыкли к этому всему. Поэтому у них елки, как моя жизнь. И Дед Мороз тоже какой-то уставший. 200. Елка вот эта, 249. Но она и даром не нужна. И вот тоже страшненькая какая-то. Вон сколько Дедов Морозов. Полно игрушек. Шапочки. Колпачки. Это Халилу надо купить под елочку. Халил. Дур, дур, Халил. Ой, как красиво. Ой, супер. Че гузель. Ха-ха-ха-ха. Ну, ну. Йок-йок. Йок-йок. Ой, супер. Вот это мы купим две шапочки. Под елочкой будем сидеть на Новый год. Пойдемте, пойдемте игрушки смотреть. Дождики уже не в моде. Ой, блин, вот же эти олени. Вот они. Вот. Ой. У елки-палки упал олень. Вот какой красивенький олень. И есть еще, друзья, красный. И есть вот такого цвета. А, так а что же у него с носом? Нос облез. Боже, ну уже не могут сделать нормально. Вот этот неплохой. Ну, ничего, пойдет. Пойдет. 31 сантиметр. Пластик. Пластиковый олень такой. Халил говорит, что это не пластик. 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 Чайно. Чайно? А, это китайцы делают. Это я думала турки. Но. Все равно. Не знаю. Ой, господи. Какой же выбрать? Вот этот голубенький. Может быть, нет. Этот серебряный самый лучший. Ну, ничего, симпатичный. Вот этот. Видите, люди покупают. Я так думаю, было много. А сейчас. Ой. Смотрите, какой симпатичный олененок. Игрушка. Ну, цены же, друзья. Вот этот ерунда. 250 лир этот олень пластиковый. Ну, что делать. Других нет. А вот какая хорошая прелесть. А вот халил. В общем, друзья, тут надо куча денег. 300 лир вот такие два Деда Мороза. Замечательные. Прелесть, конечно. Вот эти мне нравятся Деды Морозы. Хорошо сделаны. Видно, китайцы постарались. Турки не могут сделать красиво. Здесь что? Здесь маленькие шарики. Тоже симпатичные. Вот эта вот штучка симпатичная. А, видите, снежок. Сколько она стоит? А стоит 700 лир. Нифига себе. Потом вот такие вот. Я не знаю, как они называются. Оловянные солдатики. Или что это? Да, как солдатики. Как это называется? Не знаю. Под елочку ставятся тоже. Мне вот эти Деды Морозы понравились. Тоже красивые. Ну, зачем мне много Деда Морозов, да? Лучше олень купить. Лучше оленя купить. У меня же два Деда Мороза есть. Один мой, один Владочкин. Не знаю, будет она его забирать, Большого Деда Мороза, в этом году. Будет ли она наряжать елку, она еще не решила. Но я пока поставила его, Большого Деда Мороза. Пусть пока у меня постоит. Если заберет, значит заберет. А вот шапочки. Шапочки. 50 лир. А сколько ж такие шарики. Такие симпатичные. Маленькие, прелесть. И вот какие хорошенькие. Здесь большой выбор, да. Больше, чем в Мигрозе. Это да. Здесь на елочку какая-то игрушка. Типа елочки. Здесь что? Здесь, видите, тоже вот такой вот комплект такой синих шаров. Красиво. Кто наряжает, например, елку в серебристо-синих тонах, то красиво, конечно. Так, здесь что? А, здесь ерунда такая на елочку. Здесь шарики, вот симпатичные шарики. Разные. И здесь такая же игрушка елочная. Ну, симпатичная тут, как елочка. Вешается на елку. Здесь мишки по 100 лир. Такой маленький 100 лир. А, какой 100? 200. Елки-палки. За что тут 200 лир? Вот это да. Вот эти симпатичные такие. Сейчас подумаем, друзья. Наверное, оленя возьмем. Вот игрушки хорошенькие. Дальше что? И вот какие симпатичные маленькие шарики. Вот кто-то оленя здесь бросил одного несчастного. Вот так неплохой. Он не маленький. Наверное, сейчас походим и возьмем его. Купим. Чашки 79 лир. С новогодней тематикой. Тарелочки по 79 лир. Одна штучка. Пиалочки 60 лир. Не дешево. Звездочки 100. Дождик. Дождик по 40. Здесь... Это что такое? Хлопушки, наверное. Хлопушки. 100%. 70 лир. А, вот такие вот деревья есть. 1500. Ну, так себе. Не знаю. Много гирлянд. Много гирлянд. Разные цены. И стоит 349, 299, 119. Там шапочки. Девочка примеряет шапочку тоже. Ха-ха-ха. Ой. Шапочки, мапочки. Так, здесь что? А что это такое? А, полотенце. Это новогодние полотенечки по 69. Вот они, эти полотенечки. Потом вот есть Дед Мороза такой маленький, небольшой. А, Галил говорит, 100 лир Дед Мороз. Я говорю, да. Здесь нет цены для Деда Мороза. Не очень качественный. Так себе. Он немножко похож на моего Деда Мороза, которого Влада привозила из Украины. Немножко, да. Что-то есть сход. Вот эти два симпатичные. А, вот мой, вот он. Вот он. Вот он, красавец. Что вот это такое? Для чего это? Бог его знает. По 500 лир такие Деда Мороза. Галил говорит, как в фильме ужасов. Чего? Как в фильме ужасов. Очень даже симпатичный Дед Мороз. Еще бы немножко покачественнее одежда была. Было вообще хорошо. Что-то китайцы не очень качественные делают продукт. Ну, так ничего, неплохой, симпатичный. 500 лир Дед Мороз стоит, друзья. 45 сантиметров, 500 лир. И я смотрю, люди берут. Турки берут. Ноэль Бабу. Говорят на него Ноэль Баба, рождественский отец. Считают его атрибутом Рождества. Но, тем не менее, берут. Вон, сколько набрали всего. И оленей, что хочешь. В тачках. Молодцы, правильно. Нужно создавать себе праздник. То живем одни будни. А так настроение поднимается, когда украшаем дом. Правда? На Новый год. Я обожаю все украшать, декорировать. Обожаю. Ну, так симпатичный. Ничего, неплохой. Вот этот солдатик. 50 сантиметров, тоже 500 лир. Все, что ли? Это и все. Это и все. Новогоднего больше нет. Ну, видите. Очень маленький выбор. Хороших елок нету. Классных. Видите, новогодние подарочки такие маленькие. Так, а что здесь люди смотрят? А, тряпочки, микрофибра. Тряпки. У меня есть такие тряпочки для мытья стекол. Чашечки 200 лир кофейные. Тарелки. Вот тарелки симпатичные какие. Тарелочки. 30 лир одна. Да, недешево. 30 лир одна, их надо много. Это 60 лир. А это 100 лир одна тарелка. Ничего себе. Стаканчики. Фужеры. Чайнички. Посуда. Здесь вот все посуда. Тарелка одна, 100 лир. Ну, что себе. Одна пиала, 40 лир. Пиала маленькая. Да уж, цены. Чайник 100 лир. А вот это искусственный снег. 49 лир. 49 лир. Это хлопушки. По 40. Короче, я пока вот этого возьму. Вот это вот самое лучшее. Ну что, возьму я, наверное, вот этого оленя. Немножко краска осыпается, блестки с него. Можно, если что, лаком подмазать. Ну, вы же видите, выбора просто нет. Только вот такие вот оленей, больше ничего нету. Немножко Дедов Морозов и все на этом. Весь выбор закончился. Сейчас посмотрю, может этот. Тут прям уже, вот здесь прям слазят блестки с него. Так, зашли мы в отдел спортивных костюмов. Такая ерунда. Да, Халил говорит, такой вид у него, как будто его уже кто-то носил. Как бы ушные, ужасные. Ужасное качество. Три столица стоит. Короче, взяла я оленя, друзья. Пусть будет уже. Четыре столица такая вот. Спортивные штаны, спортивные кофты. Это больше для дома, да, Халил Травша. Это больше для дома такие костюмчики. Но некачественные. Здесь тоже сами. Коламбия. Ну, это, наверное, же не натуральная Коламбия. Это, наверное, реал Коламбия или нереальная. Не знаю. Настоящая или это подделка. Но я думаю, что настоящая. Потому что здесь не будут продавать, наверное, подделки. Пластиковые чемоданы. Представляете, пластиковые чемоданы по 1600 лир. Китайцы. Все делают китайцы. Везде Китай. Жилетки. 600 лир. 800 лир. Такое. Ничего симпатичного не вижу. Как себе. Там с дермантина куртки. С кожзама. Пиджаки. Пальто. Здесь джинсы. Все попадало. Все валяется. Почем же такие куртки? 3000. 100 долларов куртка такая. Никуда не годная. Вообще, ну, кошмар просто. Вы знаете, я не знаю, как на видео, но в реале. Вообще, ерунда страшная. Рубашки. Честно говоря, я пришла посмотреть елочные игрушки. Олени. Я знала, что здесь есть олень. Поэтому я сюда приехала. Ну, хоть пластиковый, все равно приятно. Но олень. Вы видите, друзья, что выбора нет здесь. Новогодние. Вот я вижу, как показывают в наших странах, какой шикарный выбор. Там такие игрушки. Там такая красота. Здесь же нифига нет. Вы только что видели. Метро у нас самый большой магазин, где большой выбор игрушек. Ну, просто одна ерунда. Кроме вот этого пластикового оленя, ничего. И выбрать нечего. Олени и пару Дедов Мороза, все. Здесь скотч. Скотч, разные констовары. Здесь машины стиральные. Тоже и вся китайская. Ерунда, наверное. Я не знаю. 9 тысяч, 8 тысяч. Я не знаю этой фирмы. Ди-Джи-Цу. Ну, да, Китай. Тайники. Чайники. Ну, самовар. Да, самовар. Самовар 1600 стоит самовар. Тостеры. Кофемолки, кофеварки. Тостер. Тостер 1000 лир. Ничего хорошего в нем нет. Ерунда. Да. Там, я смотрю, микроволновки продаются. Здесь тряпочки, микрофибры. Вот для машины. Вот то, что вы мне советовали. Тряпки для стекол. Это для машины. 90 лир стоит тряпочки. 100 лир тряпочка, друзья. Ну, блин. Цены. 300 лир коврики. Вот эти неплохие резиновые. Ну, да. Эти 300, а эти 600. Эти симпатичные хорошие коврики в машину. Колеса. Почему же одно колесо? Разные цены. И 1700, и 1900, и 2700. Ну, это... А, Гудир. Это хорошая резина. Гудир. 3200 вот есть. Это одно колесо. Короче, 400 долларов. Получается 4 колеса. 400 с чем-то долларов. 4 колеса, если хорошая резина. Ариэль. Порошок. Значит, полтора килограмма. 108 лир. Ну, и дальше. 4,5 килограмм. 284. Здесь 15 килограмм. 369. Это уже подешевле. Ома. 4,5 килограмм. 249. 390. Ну, разные цены. На порошочке. Персил. 349. 5 килограмм. Доместас. 39. 39. Так, алкоголь, друзья. 779. Black Label. Ой, много алкоголя. Ну, цены. 329. Ничего себе цены. Вино. Шардоне. 269. 369. Разные цены. Вон шампанское. Что это? Шампанское. 869. 1299. Шампанского не захочется. Вы знаете? С такими ценами. Ужасно все дорого. Ужасно. Ужасные цены. А, вот. Что-то дешевое. Что-то такое. 154. Вино. Какое-то вино. Не знаю. Что за вино. Ну, слава богу, что мы не пьем. Мы бы обанкротились бы. Только на одном спиртном. Вот. Много вин. Но дорого все. Самое дешевое. 209. Я вижу. А, нет. Есть 194. В общем, вино. Разное вино. Не знаю. Я без понятия. Что здесь за вино. Какое вино. Какое хорошее. Ничего не знаю. 344. Разные цены. Один холивый. Я его, по-моему, потеряла. А, он пошел мясо смотреть. Значит, золотое мясо. Можно только посмотреть. Ёлки 20. 397. Говядина 417. 480. 458. 480. В зависимости от части. Какая часть. 490. Видели цены? Аут. Золотое мясо. Ужас. Сколько у нас? Сколько у нас? А баранина 344. Но есть, видите, на ножке баранина 479. В зависимости, какая часть. А говядина, это же просто аут. 500 лир. Не знаю. Мне больше нравится баранина, чем говядина. Это говядина мне не очень нравится. Цена бешеная вообще. Мы сейчас купим килограмм баранины за 344 лиры. Все равно надо же. Отбивные. 452. Да, друзья, цены, блин. На все. На все. Сумасшедшие. Ну, как и везде. Хлеб вот. Для гамбургера хлеб стоит 30 лир, друзья. Тостовый хлеб 25 лир. Немало, конечно. Это вот. 72. Для гамбургера. 72 лиры. Там идет лаваш. В общем, все понятно. Здесь тост, лаваш. Лаваш. Какую цену. Я не вижу цены. Бесценено. А здесь что продается? А, здесь разные блинчики, бурейки. Пельмени нет. Пельмени в Мигросе и в Каррефуре. Сейчас, друзья, я ищу пельмешки. Может быть, найду здесь пельмени. Пока не вижу. Халил говорит, с той стороны. А, пойдем потом на ту сторону. Боже, чего только нет. Котлеты разные. Пицца, шмейца. Там рыба. Что нет пельменей? Горошек. Все замороженные в овощи здесь. А, вот здесь пельмени должны быть. Это не пельмени, это манты. Пельмени нет здесь. Я расстроилась. Пельмени нет. Пиде есть. Пицца. Все что угодно. Бурейки. Пицца разная, разнообразная. А пельмени нет. За пельменями надо идти в Мигрос или в Каррефур. Ну, как же так? Это ДНР. Фельмешек нет. Парень вообще в футболке и в шортах. Я в шоке. Все в куртках. Горячий такой парень. Горячий парень. Нет, друзья. Все. Замороженные овощи здесь. Все, друзья. Здесь уже идут фрукты и овощи. Цены одинаковые. Даже я вижу, что дороже, чем в обычных магазинах мы покупаем. Дороже даже. Так что все, мы уже выходим из Мигроса. Взяли килограмм мяса и оленя. Друзья, приехали в кафе. У нас рядом с домом открылся, открылась классное кафе. Новенькое. Пять дней только работает. Мы уже один раз заезжали сюда. Смотрите, какая красота. Это, получается, терраса открытая, а это внутри кафе. Все такое новенькое. Новенькое, новенькое. Мебель классная. Все так зелень везде, так красиво сделано. Ребята, он улыбается. Латте. Миддл. Миддл латте. Очень хорошо сделано. Замечательное. Все так чистенькое, новенькое. Так люблю, когда чистое, новое. Ну, потом, конечно, уже модненькое такое. Красивое. Сейчас я возьму себе латте. Средний вот такой вот стаканчик. Что здесь? Пироженки продаются. Пятьдесят пять, восемьдесят пять. Семьдесят девять, семьдесят пять, шестьдесят. Цены разные. И кофе. Какое хотите кофе. Все есть. Кофе, чай. Так, ну, все же как обычно, друзья. У Халила Турецкий, у меня латы. Водичка. Все. Прямо рядом с нашим домом. Так хорошо. Далеко не надо ездить. Будем сюда приезжать. Нам здесь нравится. Классно. Пока вспомнила, что за стиль. Стиль лофт, друзья. Стиль лофт. И много людей сидит. И в прошлый раз мы приезжали. Два дня назад. Было много молодежи. И сегодня. Хорошая кафешка. Очень уютная. Все, друзья. Мы уже попили кофе. Сейчас я смотрю, так дождь собирается. Опять у нас тучи. Опять будет ливеняка. Спасибо огромное, что были с нами. Смотрели это видео. Мы уже едем домой. Всем пока-пока. Халил. Всем пока-пока. Пока-пока.